В своей приветственной речи и докладе Владыка Митрополит обратил особое внимание священнослужителей на решение Архиерейского собора Русской Церкви, который прошёл в начале февраля этого года. Говоря о проблемах епархии, архипастр затронул вопрос работы с молодёжью и социально-благотворительной деятельности на местах, повышении уровня образовательного процесса в воскресных школах. Кроме того, Владыка Викентий благословил открыть курсы повышения квалификации священнослужителей на базе Ташкентской православной духовной семинарии. Глава Среднеазиатского митрополитического округа также добавил, что даже при всей административной работе на приходах не стоит забывать о прихожанах, помогать им воцерковляться и становиться полноценными членами Церкви Христовой. Вот то, что мы пытаемся делать в наших приходах, в епархии в целом, работа с молодёжью, работа по окормлению людей и приготовлению их к таинству крещения, таинству венчания и другим таинствам Церкви, это всё мы делаем ради того, чтобы дать человеку спасение. Уже в таинстве крещения, он, былая любовью к Богу, былая глубокой верой к Богу, он принял это таинство, чтобы оно послужило и преображением его души, изменением души. И главная цель нашей жизни, это то, что мы должны восстановить нашу пакцию пилот, восстанавливать это Господь, наш Иисус Христос и нашими сильными трудами. Во время собрания руководители епархиальных отделов поделились опытом своей работы. К примеру, в Ташкенте появились новые направления работы с молодёжью, которые стали более эффективными с точки зрения духовно-нравственного воспитания. В заключении встречи также были подняты вопросы о необходимости планирования на приходах мероприятий, связанных с двумя юбилейными датами Русской Православной Церкви – 400-летием воцарения дома Романовых и 1025-летием крещения Руси.